Привет друзья! Есть тяжелое заболевание от слойка сетчатки. Ну там спасают, там лазерная коррекция, там то-сё там. От чего возникает в основном? Возникает из-за застоя венозной крови в сетчатке, нарушение в принципе кровоснабжения в сетчатке, повышение внутриглазного давления. Неприятная вещь. Что необходимо сделать, чтобы не было повторов? Самое плохое в этом всём, в этой ситуации, причину не устраняют. Ну да, там спасли глаз временно, чтобы человек слепым не стал на один глаз или на два, вот. А причину не устранили, то есть повышенное внутриглазное и внутричерепное давление не убрали. Убрать его можно эффективно, только восстановив кровоток мозга, отток венозной крови из мозга. Это что? Четыре сосуда приходят в мозг. Две позвоночные артерии, вот они есть здесь, это затылок, вот это позвоночные артерии. Если позвонки смещены, там, пережаты, то будет нарушение притока крови и оттока. Здесь ещё вены есть, которые по ним оттекает кровь. И впереди, перед ними вот так вот, сейчас рисунок покажу. Вот, вот две сонные артерии, вот они. А вот позвоночные, внутри позвонков. Тут и рядом вены, еремные и позвоночные. Вот позвоночные вены, чтобы отток был хорош, чтобы давление падало. Улучшается по ним отток, когда, ну, что мы делаем, делаем коррекцию шеи. То есть туда залезаем, туда вот прям под череп, между позвонками и блокировки убираем. Больно, но эффективно. Сразу отток идёт хороший. Вот, и в том числе и внутриглазной отток улучшается. Еремные вены, массаж еремных вен. Вот здесь вот спереди я как-то показывал, как улучшить отток по еремным венам. Даже сам массаж может быть у вас. Вот. Серьёзное состояние от слойка сетчатки допускать второй нельзя, потому что можно уже лишиться зрения. Поэтому надо профилактически вот улучшить кровоток мозга. Прежде всего отток венозной крови и по позвоночным венам, и по еремным. По еремным проще тут самому можно, позвоночной очень сложно. Но необходимо, потому что в основном отток крови из сетчатки идёт, ну, не в основном, а наполовину где-то, зависит от позвоночных вен. Так устроена анатомия. Я здесь не буду вдаваться в тонкости. Кто захочет, вот, откройте нормальную анатомию и посмотрите. Просто на слово, поверьте. Вот. Как мы в клинике делаем вот эти вещи, чтобы не допустить повторной отслойки? Контроль. Контроль УЗИ. УЗИ вен еремных, вен позвоночных, транскраниальные УЗИ. Смотрим, как там кровоток. Вот этот датчик сюда ставится, где тонкая кость височная, и смотрится там внутри черепа, в мозге, как там сосуды работают. И в определённых случаях УЗИ глаза, да, то есть глаз закрывается, датчик ставится, и смотрим сетчатку, как там в ней отток и какой там вообще кровоток в ней. Вот. Это клинические уже моменты. Вообще, конечно, с таким диагнозом на слойку сетчатки рекомендую самостоятельно не заниматься этими вещами, а именно приходить в клинику. Потому что, ну, действительно, зрение можно потерять, и как бы потом не вернёшь. Будьте здоровы, люблю, целую. С вами был Доктор Шишин. Пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!